Погибшие, пострадавшие, десятки пропавших без вести в Японии на острове Хоккайдо. За ночь произошло сразу два мощных подземных толчка. Почти три миллиона домов без света. На автономные источники питания перешло и генконсульство нашей страны. Там сообщают, что россиян среди пострадавших нет. О последствиях землетрясения расскажет наш собственный корреспондент Сергей Менгажев. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Президенции премьера в Токио был организован еще до рассвета. Я знаю о разрушениях, крупных отключениях электроэнергии и пострадавших. Спасение жизни людей является нашим главным приоритетом. Японское правительство имеет большой опыт по ликвидации стихийных бедствий. Мы будем усиленно работать. После землетрясения закрыт главный на острове аэропорт Синтитосе. Он не будет работать весь день, потому что внутри тоже есть разрушения. Массовое отключение электричества произошло из-за того, что на всех тепловых станциях сработала автоматическая система остановки. В зоне землетрясения расположены еще три реактора АЭС-Томари, но со времен Фокусима они не работают и никакого ущерба там не зафиксировано. Блэкаутом оказалось охвачено около 40 больниц. Люди были лишены своевременной помощи. Пострадавших уже более сотни травм, в основном в результате падения мебели или осколков в домах. Было очень страшно. Все здание тряслось секунд 30. Нам это показалось вечностью. Утром число пропавших без вести уже около 20. Все они из поселка Атсума, который оказался рядом с эпицентром. Картина ущерба целиком оценить пока сложно. Несколько домов были сметены оползнями. Доступ в наиболее пострадавшие районы затруднен. Повреждены автомобильные дороги. В район бедствия в срочном порядке отправляются около 25 тысяч японских военнослужащих для участия в поисково-спасательных и восстановительных работах. Землетрясения в Японии не редкость, но такого сильного на Хоккайдо не было с 1998 года. Сейсмологи предупреждают об опасности новых обрушений. Остаточные колебания в зоне эпицентра будут продолжаться до конца недели. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро вестей, Япония.